всем привет это 100% первый итальянский канал на русском о консолях и видеоиграх привет андрей привет ромео сегодня у нас новости просто бомбезная компания xbox решил портировать все свои эксклюзивы на другие платформы в том числе на соньку вау как тебе такой подход там на хер не но ты должен радоваться у тебя и sony и в принципе тысяч больше играть в игре от xbox хотя у тебя есть xbox тоже а ниче что sony начала в каком году портировать свои на пк игры кстати такого хайпа не было вокруг sony когда sony начали портировать свои эксклюзивы на пк каким-то магическим образом это все так перешло плавно с эксклюзивов sony на пк что особо вокруг этого даже никакого хайпа и не было но вообще в принципе как-то относится к эксклюзивам ты за то чтобы они были вот когда они были я и выбирал между приставками playstation или xbox в итоге купил 2 ну вот да все равно купил 2 потому что она playstation одни эксклюзивы было были на xbox другим вообще не было не они были свои почему райс офигенная игруха я только из-за этого тогда и xbox покупал потом давать на разе раз это играть 360 и xbox ну такая и тогда же да и playstation 3 было а я 3 3 playstation взял только из-за того что вышла игруха the last of us это был эксклюзив sony и опять консолей вагон там свои игры там свои а так у тебя одна консоль к и тебе не надо заморачиваться тебе не нужен не пока не консоль к которая который нужно привыкать а допустим ты постоянно ты пекал и пекать внимание консоли вызывает привыкание то есть ты допустим вот любитель playstation тебе не надо xbox потому что ты на playstation также поиграешь в те же игры шину это же не взаимно смотрим вот xbox буду портировать на сонку допустим игр да и на нинтендо тоже в частности кстати портативная консоль но sony то не собирается все свой портировать на xbox почему может на xbox она не портирует но на пока то многие сейчас эксклюзивы но старенький опять же и это опять компания microsoft а только доходит дело до того то что инсайдеры говорят что даже то же самое indiana джонс новый который выйдет только в конце этого года тоже будет портирован на sony но не сразу конечно да то есть спустя какое-то время эксклюзивность будет сохраняться там как всегда это происходит от месяца до года а потом игра уже уходит на другие платформы я как любители компании microsoft или сторонник из бокса могу сказать следующее мне нам не все равно чем больше они будут портировать тем больше они будут зарабатывать со своих игр но мы не потеряли сможет потерять единственное значим в заработке с продажей консоли к не на консолях и не зарабатывал да они практически в ноли продают их с другой стороны ты прав вот сейчас смотри следующий новость который прозвучит как тебе такое компания xbox хочешь выпустить две новые консоли в 2026 году а компания а компания sony опять же собирается выпустить раньше раньше чем xbox вот смотри что ты выберешь от sony от xbox я ничем не буду менять ничего не будешь меня также останешься с sony и секс боксом я на новые платформы переходить только из-за того что вокруг этих же консоли которые сейчас есть и они вышли крутился хайп что это будет and real engines 5 игрухи проекты которые они вольга с нереальной графикой ты хоть в одной игрушке нереальную графику видел ну даже сказать тебе стыдно нет да они выпустили 10-минутный ролик матрицы и толку почему это не ролик было полноценно не сначала ролика продам кода переходящая в демо игру на 10-15 минут все открытие как бы какой-то открытый мир открытая локация одного квартала да и все это это and real engines 5 то есть то что мы ожидали в моменте когда они выпускали эти консоли что мы тогда ожидаем от их новых консоли то есть они будут опять рекламировать или есть платформа and real engine 6 нет пока 5 на 6 и мы еще пока не играли ни в одну годную игру именно с этой графика ребят да но техно демки всегда отличаются от реальности то есть эксклюзивы продали не xbox эксклюзивность и playstation они продали но эксклюзивность то который еще не вышло даже то есть я покупал себе xbox помнишь мы с тобой стояли на пляже вот на море на нашем разговаривали о stalker и до говорили о stalker я говорю андрей я куплю себе по-любому xbox я хочу поверять stalker 2 на xbox ну что я тебе сказал говорю ромчик может подожди пока он выйдет он до сих пор еще не вы представляешь да я бы до сих пор ждал еще год нервы ждать потому что на games com то что показали вот это дым куда ты stalker многие недовольны и все побежали покупать xbox но не все то есть продажи большинство они они на самом деле очень низкий если сравнивать продажи нинтендо playstation а nintendo switch прям лидирует но мы реально понимаем что они на данных консолях не зарабатывают они на чем зарабатывать на подписках на игрушках если игры выходят только на одну платформу то есть на что они зарабатывают они просто дали возможность тем кто купил данную консоль а у кого playstation ему xbox не нужен то есть он не покупает он играет в свои игры а тут представляешь им открывает возможность ко всем играм которые выходят на ту или иную платформу то есть все они будут зарабатывать на игра то что у них изначально и идет в маркетинговый ход у них продать больше игр больше когда больше подписывания консоли на усва несколько подписок напомню playstation 3 playstation now и какая еще там еще до них там по моему них 33 ну типа допустим в первые 100 эксклюзивных игр во второй 150 а в третьей 160 у xbox и только game pass есть game pass премиум есть game pass для пк и game pass для gold а gold они убрали gold уже да все уже в геймпасу премиум перри катера и да чем больше продать правда с компания игр и подписок тем лучше для компании так как с консоль то в принципе как видим мы они не зарабатывают но фил спенсер готов уже выйти открыть приоткрыть дверь немножко вытек людей что хотел таскать профила спенсера фил спенсер изначально заявлял что мы хотим чтобы в наши игры играли везде и всюду вот и собственно для этого выкатили и xcloud проект чтобы играть с телефончиков допустим те же самые игры от xbox и другие игры имея пк тебе не нужен xbox особо да там не все игры но тем не менее большинство проектов годны особенно вот gears охренительно это эксклюзив кстати да ее нигде нету не на playset только на xbox я не знаю вот смотри один из аналитиков говорил что в принципе консольный бизнес он ну как закончится и существование то есть вот эта консоль который консоль текущего поколения это последний консоль компания xbox начала отказываться от физических изданий игр ты заметил тенденцию тоже в волмарте они просто собираются сжечь игры starfall которые остались у них на складах но садим волмар сожгут понизить цену собирались а в феврале вообще в принципе уничтожить пускай людям раздадут так видимо да ну вот я это слышал кстати волмар крутой магазин playstation 5 можно выйти туда тогда у меня кстати его друг зашел и вышел и кстати мне волмаре он и заказывал до компания юбисофт нам говорит следующее что на ваши игры которые вы купили они не ваши игры то есть это как бы в принципе они вам не принадлежат но опять же хрен что вы заплатили говори про цифровое издание то есть в принципе ты берешь как будто в прокат данные игры вот и в любой момент могут тебя их забрать возвращаясь ко всему этому я могу сказать следующее что вообще в принципе консольный бизнес он под большим вопросом будут ли эти консоли следующего поколения будут но хотя у нас тут появилась информация от инсайдеров что иксбокс выпускает мы говорили новую консоль новую консоль новые две консоли на тысячу на шестом году асона playstation впереди паровоза хочет пара погнать да ну а раньше всех будет нинкендор потому что они вовремя они релизнали свою нинтендо свеч 2 и это только сейчас я в этом году финансовый год закончился и в принципе как раз в данный период времени должны анонсировать уже новую консольку можно не знаю насколько она будет хороша вот смотри на самом деле я с нинтендо свечи очень долго был знаком в фантаж я пользовался и ты знаешь у меня большая коллекция игры для нинтендо но опять же я не знаю буду ли я брать новый свеч потому что есть информация что будет не такой производительный как стимдек я сейчас обновился купил себе стимдек коллетт получая огромное удовольствие от портативности и от той библиотеки игры которые мне теперь доступно через стим куча игры выходит ежедневно то есть не придется ждать каких-то портов когда портируют какую-то хорошую игру на нинтендо там на вторую часть я уже можно на сушку чая и просто стимдек пробил уже играть то есть ну ради любопытства может быть и придется купить данную но ты вот купил playstation от того что у него была куча эксклюзива нет и смотри ситуации какая-то его получается если смотреть сверху sony уже от своих эксклюзив отказывается партируют пока xbox хотят портировать на поиска и сочи на нинтендо и только нинтендо маленькая компания не да ничего не подальше собирается портировать и вот и а почему продаваться мария по 60 евро то и по 80 да то есть зельду а почему они не портируют потому что упадут цены на их не продукт да и в принципе консольку то мало кто будет брать если там не будет эксклюзив консолька слабенько на данный момент ну вот сейчас вижу но я беру ты за эксклюзива не просто любители марио любители эксклюзивов я думал на зельда марио ну да эксклюзивных для нинтендо она очень важно потому что они берут не производительные консоли следующего поколения они берут своими играми платформерами промаривают ну открытый мир зельды все да собственно все ну и портативность но портативность опять же ставим пресс потому что сейчас уже есть steam deck мы можем что сделать поставить на то же самый steam deck эмуляторе консоли и играть в игры нинтендо также вообще запасивки да также портативка возвращаясь к этой ситуации связаны с xbox который нам будет есть на настоящей неделе я так понимаю фил спенсер дал разъяснение происходящему он говорит следующую цитата мы слушаем и слышим вас на следующей неделе мы планируем мероприятие посвященное бизнес обновлению на на котором мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами более подробной информации о нашем введении будущего xbox следите за обновлениями и не только фил спенсер естественно комментирует данную ситуацию сиди project and также прокомментировал ситуацию и вице-президент по бизнесу и член правительства сиди project михаил новаковский своих соц сетях отметил что эксклюзивность это не тот повод по которому ему приходится беспокоиться искал следующая вся эта эксклюзивность или нет летние и болтовня в индустрии делают меня счастливым это не моя головная боль игры сиди project не зависит от платформы нам нравится что вы играете в игры которые мы создали вам решать какую игровую платформу выбрать да но опять же в принципе он на нашем вайбе то есть он за то чтобы игры были везде я также я его поддерживаю мне не было такого что когда эксклюзивы одной консоли начали переносить на другие платформы я как-то не расстроился имея и то и то где допустим на пока ты можешь накрутить тот же графон когда допустим на данной консоли ты больше выкрутить его не можешь да там красиво все но когда перенесли days gun на пк и я посмотрел ролики игрового процесса в крутейшие графики в 4к не знаю там было 120 fps или не было на 60 точно это было круто именно этот зеленый мир ты такое впечатление вот ну даже игруха не на real engines 5 мне уже казалось что уже and real engines 5 на пороге это было реально круто и глава ларин также нам прокомментировал данную ситуацию с эксклюзивностью игры xbox и сказал следующее у мы людей были совершенно потрясены информацией о противоречивой стратегии microsoft направлен на то чтобы заставить людей больше играть в игре xbox представляет более широкому кругу пользователей xbox сервис это действительно экономический способ играть в игры три пола и но это не единственный способ тот факт что команда xbox знает об этом полезен для вас и их игр чем больше копии игры они смогут продать все меньше риски для бизнеса и тем больше они смогут инвестировать наслаждайтесь если информация действительно подтвердится потому что чем больше платформ будут принимать данные проекты тем больше они будут на этом зарабатывать надо не забывать о комиссии 30 процентов допустим если игрушка xbox тот же самый старт будет продаваться 3 процента будет уходить sony за продажу игры от xbox что это круто но тем и менее это будет продажа в любом случае ты платишь там за подписку там играешь и в те эксклюзивы и в те эксклюзивы но они зарабатывают на том что они раздают игрухи всем хорошо было бы если мы все заработанные деньги отправлялись бы на разработку новых игр и поддержку старых вот совершенно пофигу где вы играете на какой-то консоли платформе тогда да это ваш выбор есть ну были раньше консольные войны сейчас я так понимаю что уже не прекращает много или ты думаешь что еще да нет я думаю нет пекарей на пекарях на пекарнях площадь и на площадь нах мы с тобой вообще джедая на всем подряд играем и нинтендо и sony и xbox и steam мы мы себя просто как тестируем играем на всем они не тестируем консольки а сами себя тестируем насколько она схватит на той или иной консоли выключаешь одну включаешь другую что против да тут играют на мышке такой блин нет надо на контроле да действительно контроль и крут нет блин мышка быстрей и вот сам себя загоняешь в кабалу появились свежие подробности об игре и ваут гейм-директоры кати паттель нам заявил следующих подробностей в игре анимация в его системы еще разрабатывается и улучшается геймплей показаны в январе был снят не самого свежего билда то есть при неудивили афу подтянут но естественно игра дорабатывается еще будет дорабатываться до конца года выдумал удивлят в игре нестандартной для рпг системы прокачки классов но древо навыков позволяет игрокам выбрать традиционные архетипы древо навыков компаньонов привязаны к определенному архетипу но допускает вариации продолжение сегре примерно на уровне на 15 часов но я думаю с дополнительными заданиями там тогда будет чуть по длине на есть система подожди оружия на да вот это удивили прокачка оружия как будто только в этой игре это и нам уже заранее что нету системы строительства но можно будет возводить в лагере для своих компаньонов но я люблю строительство мне тоже нравится сейчас большинство игрушек это внедряют они наоборот это уничтожают на корни рубят еще в игре не будет мини игры но в принципе мы не ждали их и они нам нужны надеюсь будет уже прикольно ты идешь по миникарту как херак playstation подымаешь такой ну можно поиграть я же не могу поиграть в конце вот есть система дня и ночи но она не влияет на игровой процесс что в принципе потому что постоянно день да но вам показывают день и ночь ехал сын приехал дочь ночи не помню вот напомню что релиз игры планируется уже осенью 2024 года то есть текущем году по новой call of duty есть новость как тебе такое карта будет практически как far cry и вот это круто вот это круто ну посмотрим опять это просто инсайдерские новости ну все это инсайдеры нам говорят а мы просто обсуждаем и перемешиваем где взял ты продал ты продал за что купил зато и продал да согласен но с крутая так как если они внедрят открытый мир в колду где и так как бы круто там площадка для игры очень тоже не маленькая ну опять же ну давай помечтаем что они делают открытый мир как far cry насколько его грани будут большие достаточно большие раз они не отказываются от ну то есть как бы ну транспорт присутствует и так в колдун сейчас просто на каждой к катке ты идешь сужение кругов а там что будет просто открытый мир крафт и все они если они конечно крафт добавят но это уже тогда stalker 2 только ждал когда кстати эксклюзив xbox из-за которого ромщики купил xbox на мы уже об этом упоминали напомнили еще раз чтобы юбисофт юбисофт у меня в голове крутится юбисофт совсем скоро будет релиз колон баунс игра была в разработке около семи лет многие ждали одно по факту будет совершенно другой но в общем стандартной ситуации как и всегда ты заметил что участились моменты что ты когда ждешь вот что-то такое когда анонсирует проект что ты прям ради этого бросаешь все покупаешь что консоль на которой этот проект будет выходить а в итоге получаешь кусочек говнеца это так часто участила и раньше такого не было если на консоли xbox 360 было и выходили какие-то эксклюзив или playstation ты прям проект когда покупал у тебя не было вопросов просто не было сейчас же куча вопросов все в расстроенных чувствах покупаешь потом опять возвращаешь продукт возвращаешь деньги потому что он не оправдал надежды вот это что-то творится в этом мире непонятно именно поэтому придумали бета-версии игр вот смотри на что потом как бы подчеркнул то выиграли в бета подождите немножко мы и допили как раз смотри вот насчет склон баланс есть бета-версия который то можно поиграть она крутая я не играл все сегодня вечером займусь как раз этим прохожден был до опять что бросает и сколько уже в последнее время расстроенных чувств поймал на игра раза три минуты и больше да то есть но самое такое ужасное чувство было от игры выпал волос самое крутое но андре понравилось мне нет я сделал возродную игры вы бы знали как я матерился когда я провалился сквозь текстуры и три раз меня просто дисконнектировал от сервака когда на сам скорость интернет терабайт здесь и соответственно это было очень странно до получили банщик такой может это не банчика глюк просто был глюк легкие они просто еще еще и не доработали так как она еще сырая на в релизе и я вообще в принципе согласился поиграть эту игру когда увидел новость о том что покемонов в этой игре не будет потому что компания нинтендо имеет претензию да кстати в этот момент рома пришлось давай мы ее качаем потому что там нет да нету и мы все запускаем появляется в этом мире я вижу что вроде да покемонов я я не замечаю и мы что давай как бы исследовать данную локацию и я дохожу ферма и вижу там розовых покемонов и ромчик где-то бежит сзади я думаю лишь бы он них только не увидел как только он увидел их это был трэш это надо было видеть лицо и состояние как он их увидел я же где они взяли здесь есть вот но и для розовых покемонов была игра очень популярна 19 миллионов копий было продано две из них продали нам но мне странно почему как бы игруха построена на крафте это твоя любимая твой любимый жанр карта там нас там же его столько что и ну охренеть не встать ты же когда ушел я еще где-то полчасика мне и поиграл и видел что там ну крафта просто он нескончаем и я уже сел в машину флот на дверке сказал что я в это говно играть не буду и потом такой ладно думаю я вспылил сейчас успокоился звоню андре гранд рига я готов чтобы поиграть в эту игру на я буду просто комментировать рядом сидят и поиграешь в онлайне один но там куча других пользуются это же в курсе но андрей сказал что он играть не будет и в общем тоже ждем возврат за эту игру может быть по так что на два человека меньше стало покупателей да вот ты знаешь как за серваке не платит нет вот просто мы с тобой планировать на тоже онлайн игру сделать рада то я тебе сразу сказал то что у нас будет проблема с серваками содержание серваков это очень дорого и вообще нет 500 тысяч долларов в месяц платят почти но опять же смотри одно дело ты делаешь продукт для онлайн движение да можно сделать продукт просто как бы разовый на прохождение на прохождение но я не знаю дороги 219 миллионов копий да то есть вот и содержим продам и содержание серваков но тоже можно посчитать это в принципе несложный подсчет 19 миллионов копий среднего 3 20 евро на 324 неплохо или и расходы на полмиллиона в месяц как бы я так понимаю что рано не поздно бюджет у них в данной просто игре есть крафт и которые нужно покупать до продажи магазины существо спасать данную игру если она будет дальше держаться на хайпер вышел свежий трейлер alan in the dark ждешь игрушки нет ну я так на самом скептически отношусь к будущей игре ну она мне как бы по трейлеру не удивило если честно трейлер нам показал в принципе немного то есть особенности делюк создания и собственно пользователи купившие делюкс издания смогут в любой момент прохождения применить скины из оригинальной игры опять же купив группа дороже ну да то есть апгрейд делаю денежки заноси и будет тебе счастье кроме того в расширенной версии хоррора можно будет включить режим комментариев разработчиков чтобы загнуть за кулисы создания ремейка выход хоррора запланирован на данную весну 20 марта уже будет ожидаем ну я и сервис на playstation и на пока нам все платформы ребята ожидаем появились новости по subnautica релиз который планируется в 2024 году то есть в текущем а значит новая часть создается на ангел engine 5 как раз про который мы с тобой говорили наконец-то вот это новое и говоря что будет океанический мир потрясающе стилизован качестве это получается аватар 4 будем подводные приключения как минимум капитана нема будет одиночный режим в котором также будет кооператив до 4 игроков и мы с тобой обязательно поиграем игрушку хоть кабинар не житель ты игра в предыдущей части собрать не смотрел ну как бы так сказать чтобы она не прям ну там крафт все дела выживания то есть элементы все эти присутствуют с поиграем посмотрим график издатель отмечает что игра subnautica 2 должна выйти в 2024 году информация остается таковой слушай давно не было слухов по gta глава take two штраф зельник ответил на несколько вопросов которые фанатам очень важны прежде всего про влияние анонса gta 6 на финансовый показатель take two цитирую серия grand theft auto получает значительную выгоду от ажиотажа вокруг объявлений rockstar о гранд of the auto 6 и выпускаю первого трейлера мы считаем что ожидания от новой части намного выше намного намного выше но мы надеемся что они не упадут лицом в грязь момент когда а именно этот вопрос тоже был затронут и значит про качество нового бита штраус сказал следующее мы стремимся к совершенству когда мы почувствуем что творчески все готово будет самое время выпускать ну это соответственно потенциально между вызовом чего-то на рынок и созданием совершенства существует неизбежная напряженность но в данном случае разработчики стоят на стороне совершенства мы значит продолжаем следить за ситуацией иксбокс и эксклюзивами посмотрим что нам скажут на следующей неделе а может быть уже и на текущей и обязательно об этом поговорим в следующих роликах подписывайтесь на наш канал задаме отписывайтесь мы стараемся мы пытаемся найти время свободное для вас чтобы записать чтобы зритель был доволен аривидерчик всем пока мы че-то твиты пересказывали то что мы сказали до этого по поводу сапнаутики в том что поменялось вот так вот совершенно новости приходит прямо в студии к нам здесь у нас есть факс 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 пока пока факс там не знали на почту фаспк также электронная почта на которую скидывают нам новость нам тут же новость моментально поменялась это как на бирже сапнаутики 2 не будет не будет сервисом эта игра не будет сервисом в привычном понимание не будет никаких пропусков и подписок вот вот срочная новость а вот